Прислали сообщение такое, что Найден утонул. Мне позвонила его мама и сказала, что Пашка пропал. Шансов на обнаружение данного человека, в принципе, не было. Они были равны нулю. Погода меняется, ну, практически как по щелчку тумблера. То есть, вот сейчас она спокойная, через 40 минут она уже будет похожа на кипящую воду. Был черный водолазный костюм, ее трудно было увидеть. Ну, горит до сих пор спокойно. Был черный водолазный костюм. 8 ноября 2019 года 32-летний дайвер Павел Вазимиллер совершал погружение в 200 метрах от южного берега острова Русский. На поверхность он так и не выплыл. Остров Русский находится в заливе Петра Великого в Японском море. Он расположен в километре от Владивостока. Залив давно облюбовали дайверы. Здесь не только охотятся на морских ежей, звезд, кальмаров и другую морскую живность, но и исследуют затонувшие суда. Мы с ним созванивались, разговаривали. Он говорил, что хотим перед закрытием сезона выйти в море, порыбачить, отдохнуть и заодно проверить новое оборудование, которое он забрал, редуктор, баллон. Когда я проснулась, он уже практически выходил. То есть он сам позавтракал, вставал и уже выходил. Мы попрощались, все, пока-пока, созвонимся. В 8 утра Павел с одним из своих напарников вышел в море. Температура воздуха была плюс 2 градуса, температура воды плюс 8, ветра не было. Через час Павел надел гидрокостюм и погрузился на глубину 13 метров. В 9.40 он совершил второе погружение на 20 метров. И тут погода резко ухудшилась. Погода меняется, ну, практически как по щелчку тумблера. То есть вот сейчас она спокойная, через 40 минут она уже будет похожа на кипящую воду. То есть будут высокие волны, сильный ветер, причем он может быть абсолютно в другую сторону. Погода была и так, на грани, можно, нельзя работать. Ну, опять же говорю, это самонадеянность. То, что, ну, я и не в такую погоду работал. Пойду, нырну быстренько, посмотрю и все. В 10.20 с момента погружения Павла прошло 40 минут. Кислорода в его баллоне должно было хватить только на 30. На поверхность он так и не вышел. Богатые тоже платят. В новом шоу «Миллион на мечту» с 18 сентября в 19.00 на ТВ-3. С мужем знакомы около 8 лет. Когда познакомились, он и говорил, что у него профессия водолаз. Ну, просто я не представляла, что из себя это представляет. Насколько это тяжелая работа, насколько это страшная работа. С Павлом я знаком с детства, поэтому знаю, наверное, его лучше многих. И могу сказать о нем, что он достаточно целеустремленный человек. Он очень упорный, порой даже упертый, я бы так сказал. При этом он очень отзывчивый парень, всегда поможет, придет на помощь. То есть он в двух словах хороший друг. Двое детей у нас, двое сыновей, Виктор и Андрей. Папа у нас, ну, мужественный, добрый и честный. И он пытается всегда помочь. Еще он может держаться на воде, и он еще может работать водолазом. Еще электриком. В будущем я хочу стать подводником. Потому что можно Родину защищать. Еще там вряд ли твою подводную лодку вряд ли можно будет уничтожить. Потому что она будет находиться в подводном положении. С самого детства он любил воду, море. Мы, если шли даже совсем маленькие, купаться, я помочу ноги и лежу на берегу. А он пока не посинеет, будет находиться в воде. С научниками они погружались, там, нерест считали ежей, там. Ну, то есть именно научную работу производили. Это был во многом его смысл жизни. Он любил это дело, он занимался этим, он дышал этим, жил этим. То есть для него это было очень важно. Он поймал какой-то, ну, тип морского огурца. И еще он может хорошо нырять. То есть очень хорошо. Лучший из нас всех, из семьи. Погружение, насколько я знаю, у него самое глубокое. Это было около 50 метров. Ну, там, плюс-минус туда-сюда. Это страшная работа. Она экспедиция превратилась в очень страшная. Первый день поиска. В 10.30 напарник понял, что Павел в назначенное время не поднялся на поверхность. Он сразу начал его искать. Он логично предположил, что нужно искать по ветру и, соответственно, по волне. То есть волна шла к берегу, ветер шел со стороны моря к берегу, и он начал обследовать вот эту территорию вокруг мыса, по бухтам ближайшим. Потом, когда он его не нашел, понял, что самостоятельно уже продолжать поиски нет смысла, он обратился в МЧС, затем в милицию, так как пропал человек, нужно было составить заявление. Уже в 11.30 спасатели направили к месту пропажи катер МЧС. Морскую поверхность в районе мыса Вятлина, где исчез дайвер, осматривали 4 часа. В 15.30 результата не было. Тогда МЧС прекратили поиск и передали информацию в полицию. Часа в 4, говорю, я начала звонить, ну, не берет, не слышит, либо еще что-то. И мне с его номера позвонил друг. Позвонил и передал трубку следователю. И меня огорошили тогда таким словами, что ваш муж пропал без вести. А в 17.00 ОЧП с Павлом сообщили его лучшему другу. Мне позвонила его мама и сказала, что Пашка пропал. В 17.15 поисковый катер МЧС вернулся на базу. Василий вместе с женой Павла начали сами организовывать поиск. Звонили во все, что только можно, куда можно было звонить. Везде нас перенаправляли, позвоните по тому номеру, позвоните по тому номеру. То есть конкретных действий МЧС каких-то не предпринимало. Из поисковиков с нами связались Лиза Алерт. Оказалось, в отряде Лиза Алерт уже была заявка на поиск Павла. Они получили ее около 18.00 спустя 7 часов после его исчезновения. Заявка на поиск пропавшего дайвера пришла в отряд одновременно от двух людей. Это была подруга семьи пропавшего и друг, который находился с ним во время прогулки морской. В 18.30 информацию о пропавшем Павле передают в водолазное подразделение отряда «Добротворец». Когда дело касается поисков на воде, любое промедление может закончиться трагедией. Недостаток кислорода, течения, восьмиградусная вода Японского моря – все это реальные угрозы жизни человека. Зная, в принципе, море, зная течение, что собой это представляет, шансов на обнаружение данного человека, в принципе, не было. Они были равны нулю. Каждый выход дайвера в море – это риск, правильная подготовка и оценка ситуации. Павел в своей профессиональной деятельности уже не раз бывал в шаге от смерти. Вот раз его мотором чуть не переехал лодочник, ему повезло, только разбила пластины, там, защитные, получается, на жилетке, и руки порезала на глубинах больших. Я знаю, что он закессонил, то есть это такая есть водолазная болезнь, очень страшно руку закессонил. Это страшно, когда видишь, что человеку плохо, больно, а ты, в принципе, ничего не можешь сделать. И у него на 30 метров переклинил редуктор, то есть попала вода, и воздух перестал поступать. Ему пришлось с 30 метров резко подниматься. Это тоже чревато может быть и баротравмой, и кессонкой. Вот это, собственно, после вот этого случая он закессонил руку. Он мне об этом он сказал так достаточно, ну, как будто в шо вчера в магазин споткнулся. То есть да, вот мы там были, замерз, ну, я быстро вышел, закессонил, поболел. Ну, собственно, отлегло и продолжил нырять. То есть он не воспринимал эти неудачи, вот эти происшествия, как какие-то знаки свыше. У Павла погиб друг, ну, человек, с которым он работал, погиб от кессонной болезни. Эти правила, они не с потолка берутся, а то, что это жизни человеческие, то, что это нужно соблюдать. А там была также, опять же, халатность и самонадеянность. 8 ноября никто не знал, что случилось с Павлом во время погружения. Лететь во Владивосток водолазной группе из Москвы уже не было смысла. Они были бы на месте лишь на следующий день и все равно не успели бы спасти пропавшего дайвера. В 7 вечера к поиску подключился региональный отряд «Лиза-Алерт» во Владивостоке. Отряд «Лиза-Алерт» не специализируется на поисках на воде, потому что не имеют в своем составе подавляющего числа ресурсов типа катеров, обученных дайверов, обученных водолазов с аквалангами. Этим занимаются специально подготовленные люди. Подавляющее большинство волонтеров отряда «Лиза-Алерт» это обычные люди без каких-то специальных навыков, с обычным каким-то набором умений. Соответственно, особых каких-то мероприятий на воде мы, к сожалению, провести не могли. То есть мы могли выступить только как вспомогательные силы. Был организован выезд на место и работа по осмотру береговой линии, оповещению местного населения, потому что если человек утонул, тело может вынести на берег в любой части, в зависимости от течений. Поэтому необходимо оповещать, естественно, местное население. Именно это и было сделано. Осмотр береговой линии выехал на место пилот коптера. Павел пропал недалеко от острова Русский, ну, недалеко от береговой части острова Русский. А квадрокоптером можно было эффективно засветить ближайшую какую-то часть от берега, глубину до пяти метров, учитывая, что там не илистое дно, каменистое дно, легко просвечивается, нету мутной воды. Два года назад в Тверинной карьере мы топили водолаза, ну, как топили, мы его клали под воду, вот, и под разным углом с беспилотной авиацией, с беспилотной квадрокоптера рассматривали, как этот объект будет выглядеть. Стало понятно, что, находясь даже в метре от чайка, которая лежит на глубине метра, мы его не видим, то есть идёт переломление световых лучей. Вот, в то же самое время, когда квадрокоптер находится в воздухе, он смотрит под прямым углом, и на небольшой глубине он этого чайка великолепно может рассмотреть. На снимках с квадрокоптера Павла не было. С восьми вечера информация о пропавшем дайвере распространяется по сети, и уже в 21.00 к поиску подключаются другие отряды и местные жители. В волонтёрском поисковом движении принимают участие люди разных профессий. Для этого совершенно не обязательно быть специалистом по спасению или выживанию в экстремальных ситуациях. Узнать больше вы можете на сайте «Лиза.5к.ру», созданном сетью магазинов «Пятёрочка» в поддержку волонтёрского движения отряда «Лиза Алерт». В каждом магазине сети есть отлаженная связь с поисковиками. Если вы потерялись или нашли потерявшегося человека, вы всегда можете обратиться к любому сотруднику магазина. Все паблики, которые есть, все были забиты ориентировками. Все были забиты информацией о том, что пропал парень. Супер сработала информация по катерам, по рыбакам выходило несколько катеров, которые постоянно курсировали по проложенным маршрутам. Постоянно просматривалась территория с воды. Катера в основном были дальше от берега, потому что если он всплыл и его понесло, то его, скорее всего, понесло бы туда. Если он бы вышел на берег, он бы, возможно, нам бы дал какой-то знак, сигнал подал, что он живой, и все с ним в порядке. Павла искали до ночи. В 23.00, когда окончательно стемнело, поиски прекратили, чтобы продолжить утром. 9 ноября 2019 года, второй день поиска. Несмотря на печальные прогнозы, близкие Павла продолжали его искать, ведь случай чудесного спасения иногда происходит. Например, в начале июня 2019 года инструктор по дайвингу из Сингапура Джон Лоу провел 80 часов в море. Его нашли на четвертые сутки. 60-летний мужчина выжил, но потребовалась долгая реабилитация. А мы просили вертолет, спасательный вертолет. Нам сказали, что с вертолета дна не видно. На призыв о помощи откликнулся пилот частного вертолета Василий Чехунов. Несмотря на штормовую погоду, в 7 утра он отправился на поиски Павла. Я уточнил район поиска. Мне сообщили, что это где-то порядка 10-15 километров от берега. На двигательном вертолете мы имеем возможность и требование авиационных правил только вдоль береговой черты на удаление от берега, которое позволяет в случае отказа двигателя произвести планирование к береговой черте. Соответственно, я не мог удалиться в море. Я предложил пройти вдоль береговой черты. Как раз были южные ветра, волна, прибой. Я примерно представил, где может, если что, вынести этого парня. С момента пропажи Павла прошли сутки. В небе продолжал работать вертолет, волонтеры осматривали берега, а в море курсировало несколько катеров. Сейчас мы заняли 300 метров. Это так называемый наш эшелон, который нам дали. По статистике, каждый год на 100 тысяч дайверов погибает от 15 до 30 человек. 30% погибших – опытные аквалангисты. К сожалению, достаточно часто, особенно сейчас с развитием дайвинга, полометных судов, людей выносят на водках течения в море, ветра. Дайверы пропадают. В этом году мы уже летали на поиск весной, обследовали побережье Узурийского залива. Но мы, к сожалению, нашли, как по моей информации, до сих пор человек считается пропавшим безвестным. По официальным данным, за 2018 год на водоемах Приморского края погибло 56 человек. За аналогичный период 2019-го море забрало 37 человек. В прошлом году пропало 4 рыбака на катере. Они вышли в море, если не ошибаюсь, без средств навигации. И длительное время их разыскивали. Но тела так, по-моему, и не были обнаружены. И самое интересное, что катер течением прибило в Японию. Был такой, допустим, вариант, что Паша мог выплыть, то есть его могло выбросить волной на берег. И могло быть состояние тяжелое, тогда волонтеры могли бы помочь тем, что с берега посмотреть. Потому что здесь тяжелая территория чем? Скалы. То есть ту территорию, которую может просмотреть вертолет, например, либо лодка с той стороны, ее не может просмотреть волонтер. И наоборот, да, там, где не может подойти, например, где мелководье, не может подойти катер, с этой стороны могли пройти спокойно волонтеры, отсмотреть эту территорию. Провиски проходили после шторма, поэтому было достаточно много мусора на берегу, и с моря было тяжело разглядеть, поэтому в некоторых местах приходилось высаживаться с лодки, проходить где-то по берегу, искать, если вдруг что-то подозрительное замечали, потому что мог быть не сам Паша, но, допустим, какие-то части оборудования, снаряжения, то есть это все равно дало бы какие-то зацепки для поиска. Но зацепок не находили. В 15.00 второго дня к поисковикам присоединились фридайверы. Это люди, которые могут нырять без акваланга и надолго задерживать дыхание. Со всех направлений поступала помощь. Звонили водолазы, мальчишки, которые знать не знают, они не пересекались ни разу с Пашей, они звонили мне на номер, рассказывали свои какие-то истории, как они терялись на курилах, то есть поддерживали очень сильно. Море – это страшно, да, то есть это могло где-то сбить течением, где-то холодная вода замерзнута, и кончатся силы, поэтому, да, надежда вот угасала. 10 ноября 2019 года, третий день поиска. В 7 утра к порту Владивостока подходил транспортный рефрижератор «Тигр-2». В это время я вышел на палубу, пойти готовить дачу якоря. Я остановился, повернулся, оглянул, вокруг смотрели, черная точка. Говорит до сих пор спокойно. За мной была в тот день, подруга моя близкая Ольга, она тоже как бы на телефоне со всеми была, с, по-моему, Большекаменского паблика, то ли «Рыбаки-охотники», что-то такое, прислали сообщение такое, что найден, утонул. Ну, вижу, что человек. Просто дело в том, что он был в черном водолазном костюм, и его трудно было увидеть. Далеко находился. В 8 утра 10 ноября в море обнаружили человека за бортом. С судна спустили шлюпку и подняли его на борт. Как увидел он в таком состоянии, какой-то он, я думал, какой-то старик или как-то такой. Он был весь черный, а что-то, ну, без сил, так как был. У свекрови Ванина Михайловна зазвонил телефон. Я услышала, что она Паша. Паша, сынок, это ты? 10 ноября 2019 года пропавший в районе мыса Вятлина Павел Вазимиллер был найден живым на третий день поиска. Это уникальное спасение произошло в районе поворотного буя в Уссурийском заливе. Дайвера нашли в 17 километрах от места погружения. Плакали. Плакали. Даже туда, его когда с порта вывезли, он еще снарягу пытался за собой тащить. Собирались пойти на рыбалку, на дайвинг. Вышли с Диамида, с бухты Диамид и пошли на южную сторону острова Русский. Я начинал с 13 метров и спустился до где-то около 20. Видимость была плохая из-за ветра. А мне еще друг говорит, может, не надо? Я говорю, да ладно, нормально. Сверху дую, там еще все равно внизу не разогнало. Ну, а что мы же тут быстренько туда-сюда, то есть, да что будет, да что случится? То есть, это, ну, самонадеянность сработала. Нырнул, ну, уже там течение такое, именно по низу тянуло, холодное такое течение какое-то. Взвесь была, видимость плохая. Мужские течения, они довольно-таки коварные и имеют довольно-таки большую силу. Они под водой дайвера несут с такой силой, даже по поверхности можно бежать, и дайвера уже не догонишь. Спустился ниже, думал, может быть, ниже, не пробивает волна. Хуже, хуже, там, холоднее, мутнее. Поэтому решил, что дальше нет смысла. Вышел, смотрю, катер отнесло от точки, где я падал, погружался. Я надул буй, у меня был с собой сигнальный буй. Пока болтался, туда-сюда меня относило. Проблема была в том, что течение относило его от берега. То есть прибой и ветер дул к берегу. Соответственно, парень на катере, вполне логично рассудив, что нужно искать его именно в том направлении, искал там, в то время, как его относило все дальше и дальше. То есть он видел катер, он пытался подать шумовой сигнал, но из-за сильного прибоя, из-за сильного волнения его просто никто не слышал. То есть его относило все дальше, дальше и дальше. Я, находясь на уровне воды, я катер вижу только, когда меня на волне поднимает. А между волн я вижу только волны с двух сторон. До грехси, до лодки, до берега это было нереально. Ну, максимум 300 метров бы я прогреб, выбился из сил, и все. Данному человеку, на мой взгляд, тоже спасло то, что он был правильно экипирован для холодной воды. Он был одет в так называемый сухой гидрокостюм. Это гидрокостюм, который полностью изолирует тело от попадания воды, то есть взаимодействия с водой. Соответственно, данный костюм ему не дал переохладиться. Ну, и плюс, человек, наверное, очень сильно хотел жить, боролся с своей жизнью. Двигался постоянно. То есть, ну, перекуры у меня были, чтобы я не греб, ну, 20, может быть, минут. Погребешь минут 5-10, там, все, кровь разогнал, вроде тепло. Пока греб, естественно, ноги растер до крови, до... Там, там, руцы были, заживало долго. Все было растерто, все болело, щипало. Маску я не поднимал для того, чтобы сохранить тепло. В рот постоянно залетали капли соленой воды, они просто разъели небо, язык, горло. Пока Павел бороздил морские просторы, отвлекал себя как мог. Колян танцует лучше всех, напевал. Не знаю, почему мне эта песня в голову в тот момент пришла. Вот я двое суток пел. Колян танцует лучше всех. Он говорил, что на него волной накатывало отчаяние. То есть, было, неужели это все? Особенно, когда мимо проходили суда, они его просто не слышали, не видели. Одно, второе, третье. Буквально вот на меня шло судно, я отгребал в сторону, чтобы они меня просто винтами не намотали. Они меня не видели. За трое суток мимо Павла прошло 12 грузовых судов. Чертова дюжина оказалась для дайвера счастливым числом. С 13-го судна его заметили и спасли. Я даже услышал, как Бортман закричал, человек за бортом. Все, да, ну, нафиг. Неужели? Жену набираю. Занято. Набираю матери. Все, мать взяла. Живой, я живой. Крики. Где, чего, как. Все, ну, вот этот момент, конечно, тяжелый. Желание прибить и поцеловать было, наверное, 50-50. Вот так. Смерть так поиграла, наверное, со мной немножко. Там, может быть, показала, кто хозяин, что море объяснило, что нельзя пренебрегать элементарными правилами безопасности, они все-таки техника безопасности кровью пишутся. Всего этого трехдневного путешествия могло и не быть, если бы Павел взял с собой веревку. То есть, если бы у меня такая бы ситуация случилась, я бы просто отстегнул груза, привязал их к краю катушки, размотал их, как к якорь, и держался бы. То есть, меня бы так быстро не сносило. Я ему сразу скажу, я еще раз такого раза не переживу. Для меня это слишком тяжело. Хочу, да, сказать огромное спасибо, что я не принимал. Участие, ну, люди прям откликнулись, те, кого близко не знаешь, да не то, что близко вообще никак не знаешь, чем могли помочь всем, помогли. Нельзя сдаваться. Когда ты еще борешься, у тебя есть шансы есть. А когда ты сдался, все, шансов нет. Ни единого. Мама позвонила около 7 вечера о том, что Юля ушла из дома и все еще не вернулась. Могло произойти все, что угодно. Ну, как человек мог исчезнуть, да? Собака приводит нас к берегу, реки Пышмы. Он начал, он не ее ругал, он меня ругал. 29 сентября 2017 года. 33-летняя Юлия Головнина ушла из дома в городе Сухой Лог Свердловской области и пропала. Надо было сбегать в пенсионный фонд, забрать бумажки. Прибежала часов в пять, вернулась. Муж после инсульта, он как бы, ну, не совсем тоже адекватный. Он начал. Он не меня, не ее ругал, он меня ругал. А Юля ходила, ходила туда-сюда. Ко мне подойдет, к нему подойдет. Она еще почему-то часто прощения просила. И, короче, корточка зашуршала, она была в халате, в длинном замке. И вышла на улицу. Я думаю, вот, время было часов 7, начало 8 вечера. А сентябрь, конец, уже темновато, сыро, холодно. Я думаю, ну, быстренько тут она или к одной, или к другой придет. Нету, нету. Галя позвонила, говорю, Юля ушла. Ну, погуляет, вернется. Небольшой уральский город Сухой Лог стоит на берегу реки Пышмы в 114 километрах от Екатеринбурга. Население города 33 410 человек. С областным центром Сухой Лог соединяет железная дорога и автомобильная трасса. Мама позвонила около 7 вечера о том, что Юля ушла из дома и все еще не вернулась. Конфликты в семье не раз приводили к тому, что Юля выходила из дома остыть. У Юли родная мама умерла, когда они еще были маленькие. Юлю и младшую сестру Галину. Их забрал отец в город Сухой Лог, они переехали, и они жили уже с мачехой. Но Юля и Галя, они ее всегда называли мамой, но отношения всегда у них были напряженные. Мама всегда относилась с холодом, так сказать, ко мне и к Юле. Юля со мной жила с 7 лет. В школе она сначала замкнутая была, но все равно перемена места, без матери. Она старательная была, послушная, нормальная девчонка была. Потом уже школу закончила, училище поступило. Мы тесно и общались, вот втроем, получается. Я, Юля и Галя, ее младшая сестра. Когда Юля выросла, начали сбываться опасения родственников. У девушки появились признаки психического расстройства, от которого страдала ее родная мама. Первые признаки болезни у Юли проявились в 18 лет. Когда она окончила училище, ей начало казаться, что она выходит замуж. Пришлось пойти к психиатру. Начали лечить. Потом еще раз ей плохо стало. И потом как-то все остановилось. Она принимала один препарат раз в месяц, регулярно. Я вышла замуж, когда мне было около 19 лет. Я ушла из дома. Было страшно оставлять Юлю. Потому что мы очень были сплоченные, да, с ней. Всегда доверяли друг другу все. Юле было сложно жить вместе с родителями. Она всегда о своей семье мечтала. О своих детях. Что, вдыхаем? Ближе к 30 годам она нашла себе мужчину. И они достаточно продолжительное время вместе жили. Папа, когда узнал, что Юля, получается, встречается с Игорем, он был сразу же против. Семья тебе не нужна, мужчина тебе не нужен. Что детей тебе вообще иметь нельзя. Да, как бы, связь у них разорвалась. Связь разорвалась для нее очень болезненно. Она очень долго это все переживала. Инициатором расставания был ее мужчина. После разрыва с молодым человеком, Юля все свободное время стала посвящать любимому делу. Юля очень любила шить. У нее была своя швейная машинка. Она принимала заказы от родственников, от друзей, от соседей. То есть ей хотелось заниматься, ей хотелось работать. Вот Юлина любимое платье. 29 сентября 2017 года. Первый день поиска. Юля Головнина пропала после конфликта с родителями. Она ушла из дома в 7 часов вечера, в халате и в тапочках. Нету, нету, нету. Потом я думала, где ее искать. В 19.30 практически сразу мачеха начала искать Юлю. Начала, думаю, куда-то звонить. Надо всегда звонять со сведей. Нет. Никто не видел ничего. Ни у кого нет. Обычно, если наша машина стоит у дома с моим мужем, Юля всегда зайдет попить чай, с нами поговорить. Она, соответственно, и ее мама так же подумала, что она, наверное, забежала к нам. Все, она нам позвонила, узнать, у нас Юли или нет. Мы сказали, что Юли у нас нет. В 8 вечера мачеха пошла искать Юлю на улицу. Мама обошла всю придомовую территорию, да, и никаких следов не обнаружила, да. В 20.30 мачеха Юли набирает телефон скорой. В скорую позвонила, я говорю, что мне делать. Вот она ушла, я не знаю, где ее искать. Ну, они, ну, по остановкам пройдите. Вот это на скамейке. Ну, чем, пока это время идет, уже 9, 10 час времени. Туда прошла, туда прошла темнота. Но в 9 вечера появляется первый свидетель, который видел Юлю после ухода из дома. Соседка снизу, там, пониже живет, через два дома. Я, говорит, видела в окошко, там фонарь, что она пошла вниз, побежала вниз туда. А я, говорит, Оксана, может, Юлю тут нет? Говорит, если бы она была, то бы собаки лаяли, мы бы услышали. Родители прождали Юлю до утра, но в ту ночь она так и не вернулась. Она раньше выходила, но она приходила обратно. Как говорится, выйдет, маленько пропсихуется и обратно придет. А тут просто вышла и как бы все, след простыл. Если вы понимаете, что человек пропал и не выходит на связь какое-то время, первые 30 минут вы можете его поискать самостоятельно. Прозвоните его знакомых, родственников, коллег по работе. Если данный поиск не дал результата, сразу подаете заявление в полицию и заявку на горячую линию Лиза Аллер. Есть статистика, что если заявка приходит в первые три часа, ребенок или взрослый находится в течение суток. 30 сентября 2017 года. Второй день поиска. В 10 утра мачеха Юли обратилась в полицию. Автобус села в полицию, поехала. Сразу заявление приняли. Ну, дождик был. Они вроде бы с собакой хотели сначала. Да дождик не возьмет след. Собаку не стали брать. Юли с собой ничего не было. То есть телефона оставила дома. Денег у ней с собой тоже не было. Первая версия о том, что она ушла и буквально, ну, как они говорят, что она вернется, да, они первый день вообще ничего не предпринимали, никаких действий не... Ну, не искали, так сказать. Сказали, через день позвоните, и уже участковый к вам приедет. Но родственники понимали, что терять время опасно. Она вышла ночью, могло произойти все, что угодно. Ее могли просто посадить в машину и увезти. Полдень. Подруга Юлии разместила информацию о пропавшей в соцсетях. В три часа дня на поиски Юлии вышла первая группа добровольцев из местных жителей. Мы собрали небольшую группу людей, добровольцев, около 10-11 человек с нами было. Мы прочесали ее предполагаемый маршрут, как описала ее мама. И соседка чуть ниже, которая живет, пожилая женщина, якобы вечером видела ее, как она мимо проходила. Но так как был конец сентября, дождливый вечер, мне кажется, что, может быть, возможно, она и обозналась. Второй день, когда? Никаких, получается, ни зацепок, ничего не было. Конечно, я расстроилась, что… Ну как? Как человек мог исчезнуть, да? 1 октября 2017 года. Третий день поиска. Начали расширять сеть поиска. То, что там недалеко протекает река. Начали прочесывать берега. Около 9 утра сестра Юли подала заявку в поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». У нас было несколько версий, с которыми мы начинали работать. Первая, очевидно, это УРС. Утрата родственных связей. Человек решил уйти из дома. Проблемы в семье, все что угодно. Или желание начать новую жизнь, например. Такие истории уже были здесь, даже в Екатеринбурге. У меня был поиск мужчины, который оставил свою семью, оставил обручальное кольцо в почтовом ящике и отправился в другой город начинать новую жизнь. Не начал. Утонул. Вторая версия. Да, мы никогда не исключаем суицид, мы никогда не исключаем криминал. В это время полиция отрабатывала криминальную версию исчезновения Юли. Под подозрение следователей попал ее бывший парень. Бывшего парня Юли возили на полиграф, проверяли. Ничего не подтвердилось. Прибыв в 13.00 на место пропажи Юли, волонтеры Лизы Алерт разрабатывают свой план активного поиска. Первая задача, естественно, что мы, раз Юлия пропала около реки, последний раз ее видели к направлению реки, да, вызываем также кинологов на место пропажи, и собака приводит нас к берегу реки Пышмы. Река Пышма находится в полутора километрах от дома Юли. Это 15 минут пешком. Собака дошла до берега, да, и остановилась возле реки. Здесь островок, который можно перейти, то есть здесь мелко, можно, да, перейти и перейти на тот берег. Ну, осенью холодно, скорее всего, она не подошла только к реке, да, и пошла дальше. Куда пошла, неизвестно. Родные и волонтеры не исключали версию суицида в воде. У Юли мог произойти нервный срыв. В таком состоянии с ней могло случиться самое страшное. Слов Юлиной сестры, что она уже подходила к реке и, как говорила о том, что хочет утопиться. Вот. Но я все-таки уточню, что у Юли бы не хватило духа такого сделать. Ну, холодно было, сыро. Это вообще против свести. Ну, как вот темно, сыро, холодно, и в речку пойти, ну, это же... Ну, она не такой человек, чтобы она сама себе навредить могла бы. Я думаю, не могла она сама себе что-то сделать. На четвертый день поиска волонтеры и родственники Юлии продолжили осмотр реки. Они хотели удостовериться, что девушка не утонула случайно или намеренно. Мы заказывали квадрокоптер. Тоже нам мужчина предоставлял бесплатно свой квадрокоптер. Шесть утра приезжал сам, снимал русло реки, где мы не могли самостоятельно подойти. По записи мы смотрели внимательно. Тоже ничего нигде не было. Из Камышлова там какие-то волонтеры приезжали с собаками. Местность с собаками обходили. Точно так же заброшенные места. Все смотрели, ну, без результата. Река была обследована в радиусе 25 километров в одну и в другую сторону. Результатов не дало. Никаких следов Юлии обнаружено не было. В три часа дня появилась новая информация от одного свидетеля из города – Сухой Лог. Кто-то позвонил и сказал, что данный человек на листовке, он на данный момент сейчас идет по городу в сопровождении какой-то женщины. Кто-то позвонил и сказал, что данный человек на листовке, он на данный момент сейчас идет по городу в сопровождении какой-то женщины. Она в итоге там оказалась похожая девушка. 3 октября 2017 года. С каждым днем к поиску Юли присоединялось все больше простых горожан. Алена Биелицкая, она работает на радио на нашем местном. Она напечатала бесплатно листовки цветные, черно-белые для распространения. И ее муж, у него есть лодка с моторкой и водолазный костюм. Он нам очень помог тем, что он нырял в водолазном костюме тоже в тех местах, где трудно пройти или вообще не пройти в реке. Просвечивал реку, ездил ночью, то есть смотрел, что если вдруг где-то утонуло или еще что-то. Исследования реки продолжали. Также добровольцы обклеивали город ориентировками Юли, чтобы в каждом районе знали, что эту девушку ищут. Мы прочесали все. Мы проверяли дома, мы проверяли коллекторы, колодцы. Также прозванивали больницы. Больницы не только в Сухом Гогу, но и в ближайших городах. Прозванивали больницы Екатеринбурга и также морги. В 17.00 брат Юли выезжает на проверку еще одного свидетельства от жителя Сухого Лога. Поступила информация, что эту девушку видели в магазине по улице Горького. Связались с администратором, начали смотреть. Записи видеонаблюдения. Потом снова эта информация отпала. Не та девушка была на видео. Октябрь 2017 года. Пошла вторая неделя поиска. Никто ее не видел, никто ничего не слышал. Записи видеорегистраторов мы просили водителей. Многие, кто откликнулся, просматривали видеозапись за последние дни. Никто, ну не было никаких записей. Мы самостоятельно обращались к жильцам дома по предполагаемому маршруту, по которому она могла идти, чтобы они просмотрели свои видеокамеры, ну видеокамеры на своих домах. Были просмотрены ни на одну видеокамеру, она не была замечена. Поэтому у нас возникло очень-очень много вопросов. А на самом деле она здесь проходила и, может быть, вообще в другую сторону пошла. Может быть, ее где-то кто-то там у дороги, может быть, и куда-то подсадил, увез. А мы ищем совершенно не там. Этой осенью мы собрали лучшие российские сериалы в формате ТВ-3. Каждое воскресенье. Мистика. Фантастика. Детектив. С доставкой на дом. По-моему, это круто. Ну, это договорились. Документалист. Аванпост. Фантом. Гоголь. Мастер и Маргарита. Чернобыль. Зона отчуждения. Первый и второй сезон. Ну, абсолютно бесплатно. Воскресный сериал в октябре на ТВ-3. Волонтеры Лизы Алерт не исключали даже самые неожиданные версии. У меня была женщина с маленьким ребенком. Пропала. Мы начали работать и нашли ее. Случайно. В монастыре. Ну, вот так она решила скрыться от проблем. Может быть, тоже такое случилось и с нашей без вести пропавшей. Проверять монастыри – это очень-очень сложная задача. Монастыри, как правило, закрыты, и в них попасть практически невозможно. 20 октября 2017 года. Спустя три недели поиска, наконец, появляется новая зацепка. Нам поступает свидетельство, что наши без вести пропавшие видели в городе Сухой Лог на автовокзале в шлепках, теплых носках. И мы связались со свидетельницей. Она называет детали и предметы, которые были у Юли, которые не были указаны в ориентировке. На основе этого мы установили, что свидетельство, в принципе, достоверное. И что в момент 20 октября она все еще жива. В течение месяца информация активно поступала. Что то ее тут видели, там видели. На данный момент, что тут, здесь она идет. Юля. Реагировали, приезжали. Все безрезультатно. 31 октября 2017 года. Спустя месяц после исчезновения. Где-то через месяц мы свернули все активные поиски, потому что результаты не дали. И все перетекло в информационный поиск. Все три года с момента исчезновения Юли Головниной продолжается информационный поиск. Где-то, возможно, она счастлива, у нее все хорошо. Может быть, она нашла себя, нашла людей, которые ее понимают. И, возможно, она чувствует себя там комфортно. Я очень на это надеюсь. Показательная история в Томске. Когда девочку нашли в Красноярске. Через 16 лет. У героини первого сезона проекта, вернувшейся Юлии Семеновой, как и у Юлии Головниной, были проблемы со здоровьем. Она ушла за семечками в городе Томске и не вернулась. Ее нашли спустя 16 лет в больнице Красноярска за сотни километров от дома. У нас есть надежда, что Юлия жива. И находится в одной из клиник нашей большой страны. Пожалуйста, оглянитесь вокруг себя. Посмотрите, может, есть похожая на Юлю девушка. Юля числится как пропавшая без вести. Если никакого результата не значит, надежда есть. Так? Юля, если ты видишь, то, пожалуйста, дай о себе знать хоть как-нибудь. Нам больше ничего не надо. Просто знать, что ты жива. Если вы видели похожую девушку или знаете что-либо о ее местонахождении, позвоните и передайте информацию по телефону горячей линии «Лиза Алерт». 8-800-700-54-52 Ну, мне она бывает снится, что она жива и разговаривает со мной. Юля, сообщи, если ты жива, какую-то весточку о себе. Мы тебя ждем и любим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова